Всем привет, с вами Лим, и в этом видео я покажу вам, как отшивался косплей на Ханка из моего любимого мультфильма Вольтрона. Обратите внимание на рисунки снизу, которые я пытался вам нарисовать для удобства и более наглядного примера. Для начала я раскроил шелтую кофту, краю спинку, полочку и рукав, после шиваю эти детали вместе, а также краю черные полоски для воротника и рукавов. Пришиваю их к краю кофты, швом наружу, а после выворачиваю на лицевую часть и пришиваю полосы по краю. Следующее, я раскроил жилетку, полочку и спинку из основной ткани синтепона и подклада, чтобы сделать жилетку более объемной. Вначале я пришиваю синтепон к подкладке, а после шиваю вместе с основной тканью. Потом я делаю воротник, вначале пришиваю кружочки, а после шиваю воротник вместе. Потом я пришиваю нижнюю часть жилетки, она также набита синтепоном. Теперь пришивается и воротник. После я делаю наплечники. Краю квадратики сшиваю их вместе и набиваю синтепоном. Пришиваю их вручную стежками на углах. Далее идут штаны. Краю переднюю и заднюю часть, а также нашивки. Пришиваю нашивки на колени. Потом сшиваю каждую штанину, а потом сшиваю их по центру, оставляя сантиметров 10 для молнии. Краю и отглаживаю шлевки, пояс и гульфик. Чтобы вам было понятнее, гульфик буду называть квадратиками. Один квадратик я краю 6 сантиметров в ширину, а второй 10 и складываю его пополам. На сторону, куда я пришил сложенную деталь, сразу пришивается и одна сторона молнии. Деталь в 6 сантиметров я пришиваю на другую сторону. Далее ее надо будет загнуть вовнутрь и зашить, но перед этим вам надо ровно приколоть к ней молнию и пришить. После я пришиваю пояс, шлевки и пуговицу. После делаем кармашки. Раскраиваю нахлёст на карманы, проклеиваю их. Также пришиваю к ним прямоугольник, как в каноне. Потом краю боковую часть. Делаю строчку по центру, краю основную часть. Все так же проклеиваю. Прикалываю бока к основной части и сшиваю. После пришиваю нахлёст. По желанию можете пришить липучку, кнопку или крючок, чтобы он закрывался. Потом я краю полосочки, на которых держатся мешочки. Также проклеиваю их, сшиваю и отглаживаю. Сверху пришиваю оранжевые прямоугольники и пришиваю ремешки к мешочкам. Далее сняли мерки с обуви, которые мне принесли и сделал по ним выкройку сапога. Детали мы также проклеиваем. Вначале мы делаем шов спереди. Сшиваю две детали. Прикалываем черную деталь и пришиваем. Потом нашиваем сверху оранжевую. Сзади сапогов вшили потайную молнию. Чехлы приклеивали на обувь с помощью клей-момента. Из ебы в толщину 5 мм я вырезал край подошвы. Покрасил и приклеил на тот же момент. Хотя на него клеить не рекомендую. Перчатки, к сожалению, мы не засняли. Что касается парика, то я сразу купил парик с пробором посередине, приблизительной длины. К тому оставалось только его подстричь и залачить челку. Надеюсь, туториал вам поможет и вы сделаете любимого персонажа проще, быстрее и аккуратнее. Спасибо, что посмотрели это видео. Не забудьте лайкнуть, подписаться, если не подписаны и нажать на колокольчик. А также, если вам надо, все ссылки на соцсети в описании под видео. Всем пока!